Продолжение следует... 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 На сегодняшний день методы иммунотерапии рассматриваются клеточные методы, куда входит как раз и аллогенная трансплантация, фармакологические методы, куда входит моноклональное антитела и некоторая такая промежуточная пока по механизму действия группа, куда входит и бесспецифические антитела, и иммуномодуляторы, и некоторые другие биологические препараты. Если говорить про биолинейный острый лимфобластный лейкоз и у детей, и у взрослых, про рецидивы и рефракторные формы этого заболевания, то на сегодняшний день в России зарегистрировано два препарата для этой группы пациентов. Беспонса и Блинцита – это моноклональные антитела, которые, безусловно, отличаются друг от друга, но сходны в том, что оба препараты направлены на апоптос опухлевого клона. Блинтумаб – это препарат, беспецифичное антитела, которое устроено таким образом, что возникает циталитическая связь между антигеном CD19, который экспрессируется на всех клетках B-линии, и второй активный конец этой молекулы, он соединяется с рецептором CD3, который экспрессируется на Т-клетках, собственных клетках пациента. И благодаря вот такой вот циталитической связи возникают токсические реакции, возникают и, как следствие, лизис клеток, которые несут на себе маркер CD19. Особенность этого препарата в том, что у него очень короткий период полувведения, поэтому пациенты нуждаются в длительной внутривенной инфузии на протяжении всего цикла 4-недельной инфузии. И еще одна особенность состоит в том, что CD19 не является опухольспецифичным маркером, поэтому при назначении Блинтумаба страдают все клетки, которые несут маркер CD19. И с этим вызван дефицит иммуноглобулинов, который возникает во время курса терапии. Блинтумаб зарекомендовал себя как эффективный препарат и во взрослой популяции, и результаты международных клинических исследований подтвердили его высокую эффективность и у детей с рецидивами и рефракторными формами лимфобластного лейкоза. Что касается интузумаба, то это препарат, который тоже относится к моноклайнаматителам, но имеет немножечко другой механизм действия. По сути, это цитостатик, который благодаря специфическому агенту может контактировать с рецептором CD22, который экспрессируется на поверхности бластных клеток. И апоптоз опухолевых клеток возникает за счет активного проникновения внутрь клетки высокоактивного, высокоагрессивного компонента этого препарата, колехиомедцина. Это естественный антибиотик, который был открыт в 80-х годах прошлого века при разработке меловых почв в Америке и обладает высоко токсичным воздействием на клеточные популяции. Интузумаб, также эффективность интузумаба подтверждена результатами клинических исследований у взрослых. У детей гораздо меньше литературных данных, которые могут продемонстрировать эффективность. Но, тем не менее, исследование, которое представлено на этом слайде, показало высокую эффективность, высокую частоту ответов и хорошие показатели выживаемости у данной группы пациентов. В нашем центре проводится работа по изучению эффективности в общей группе этих препаратов. И в исследуемую популяцию у нас сейчас в ходе 182 пациента, которые получали блинтумаб и интузумаб. Это и дети, и взрослые. Но сегодня мы останавливаемся только на детской группе. В детское исследование вошли 78 пациентов, 52 получали блинтумаб, 26 получали интузумаб. Группы сопоставимы по основным клиническим и демографическим показателям, за исключением статуса на момент начала терапии. Поскольку в группу, которая получала блинтумаб, входили пациенты не только с развернутым гематологическим рецидивом, но входили пациенты, у которых фиксировалась персистенция минимальной остаточной болезни. В группу пациентов, которые получали интузумаб, входили пациенты только с развернутым гематологическим рецидивом. Схема исследования такая пестрая, представлена таким насыщенным рисунком. Но нам просто хотелось подчеркнуть этим рисунком, что группа пациентов, несмотря на то, что она не очень большая, она очень разнородная по показаниям терапии, по ответу, по последующим линиям терапии. Таким образом, в анализ мы включили 52 пациента, которые ответили на терапию моноклональными антителами, 33 пациента получили впоследствии аллогенную трансплантацию, а 19 пациентов по разным причинам, они на слайде представлены, не получили трансплантацию после окончания курса моноклональных антител. Что касается эффективности блина-тумумаба, то вы можете видеть, что высока частота ответов, в том числе и молекулярные ответы, полные ответы. При проведении многофакторного анализа предикторов ответа мы отметили, что объем опухолевой массы, предлеченность пациентов и имеют статистическое значение. Общая выживаемость и бессобытийная трехлетняя выживаемость в нашем исследовании, эти показатели оказались даже несколько выше при сравнении с литературными данными, но это связано как раз с тем, что наша группа немножко отличалась в клиническом исследовании. В группу пациентов входили пациенты только с гематологическим рецидивом, наша группа была несколько шире. При проведении многофакторного анализа мы отметили, что только короткое предшествующее начало терапии-ремиссии ухудшало эффективность последующей терапии. Остальные факторы, которые при однофакторном анализе показали свою достоверность, при многофакторном все-таки теряли свое значение. Тем не менее, мы хотим показать, что терапия Блинтумаба требует избирательного подхода к той группе, для которой рассматривается эта терапия. В частности, дети первого года жизни, дети с младенческим лейкозом, о котором тоже говорили мои коллеги, об этой группе говорили, дети с гематологическим рецидивом в сравнении с пациентами с персистирующей минимальной остаточной болезнью, дети с большим объемом опухолевой массы. Вот это все пациенты, для которых, может быть, препаратом выбора в терапии рецидива должен стать не Блинтумаб, а Инотезумаб, который тоже в нашем исследовании показал достаточно высокую частоту ответов, в том числе и молекулярные ответы. И, что интересно, мы не выявили каких-либо факторов, каких-либо четких предикторов ответа при однофакторном анализе, что, в общем-то, наверное, объяснимо механизм действия этого препарата. Показатели бессобытийной и общей выживаемости оказались тоже сопоставимы с литературными данными, и в данном случае только объем опухолевой массы при однофакторном анализе имел значение на эффективность терапии. Если говорить про оценку эффективности терапии моноклональными антителами в общей группе пациентов, то мы при однофакторном анализе увидели достоверную статистическую значимость разницы между статусом заболевания, прежде всего, и между ответом на терапию моноклональными антителами, я имею в виду, был достигнут полный ответ или нет. В данном случае мы имели в виду полную молекулярную ремиссию, то есть полная ремиссия, она значительно улучшала эффективность терапии. Мы хотим показать результаты терапии в двух группах. Группа пациентов, которые получили моноклональные антителы в качестве бридж-терапии перед последующей аллогенной трансплантацией. И на этом слайде обращают внимание, что все-таки пациенты, которые получали терапию блинатумумабом, хотя статистической значимости мы не выявили, но все-таки частота рецидивов была несколько выше в этой подгруппе пациентов. В то же время летальность, не связанная с рецидивом, была несколько выше у пациентов, которые получали инатозумаб. И это тоже может быть объяснимо механизмом действия этого препарата и теми осложнениями, которые могут возникать после терапии. А вот эта вот группа, она очень маленькая, но для иллюстрации, для того, чтобы выстраивать как-то стратегию в дальнейшем, мы все-таки показываем эту группу. Это 19 пациентов, которые получили терапию без последующей аллогенной трансплантации. По разным причинам, причины тоже указаны на слайде, но результаты в этой группе подталкивают нас к мысли о очень тщательном подходе и выборе трансплантации в дальнейшем для этих пациентов. Да или нет, пока у нас ответа нет, но есть повод поразмышлять на эту тему. Таким образом, возвращаясь к этой схеме, которую мы показали вначале, хочется отметить, долю пациентов, которые получили лечение в данном исследовании, ответила на терапию больше 60%. Почти половина пациентов получили в последующем трансплантацию из этой группы. Чуть больше половины пациентов живы на момент анализа данных. И вот 5 пациентов, которые лечили рецидив после химиотерапии и не получили впоследствии трансплантацию, они сохраняют ремиссию и продолжают наблюдаться. Таким образом, детский лейкоз в терапии детского лейкоза – это сложно. И те особенности, которые связаны с биологией лейкоза, особенности, связанные с иммунной системой, с иммунным ответом, та токсичность и отдаленные последствия, которые связаны с достаточно интенсивной химиотерапией, которая используется у этой группы пациентов, приводят нас к необходимости очень индивидуального выбора терапии для каждого конкретного пациента. И как выводы, безусловно, иммунотерапия – это перспективная опция лечения рецидивов и рефракторных форм Б-линейного лейкоза у детей, включая и моноклональные антитела и трансплантацию. Пока при текущей длительности и те группы пациентов, которые у нас были, мы не видим разницы между двумя этими препаратами. Они показывают сходную эффективность. И, безусловно, мы нуждаемся в дальнейших исследованиях для того, чтобы определить место моноклональных антител и трансплантации в программное лечение этих пациентов. И, конечно, моя благодарность всем сотрудникам клиники, всему нашему дружному коллективу, который был создан Борисом Владимировичем, который был воспитан, выучен и который сегодня, мне кажется, показывает результаты тех, которые есть. Особая благодарность Алисе Владимировне Пайне и Бондаренко Сергею Николаевичу. Спасибо за внимание.